Знаменитых челябинских музыкантов увековечат в виниле. Местные меломаны решили выпустить альбомы Олега Митяева и группы Ариэль на пластинках. Фонограмму уже отправили в Чехию, и именно там будут изготавливаться диски. Готовы ли челябинские слушатели покупать музыку на ретро-носителях, расскажет Яна Сконечная. Эти обложки ничем не отличаются от футляров советских пластинок. Дизайнеры постарались выдержать ретро-стиль. На фото молодой безбородый Митяев, группа Ариэль и известный флейкист Анохин. Чтобы найти его фото начала 90-х, понадобился не один день. Леша Гальянов двое суток сидел и разбивал архив своего компьютера, выискивая файлы. Вот представляете, он нашел файл 92-го года, вот это вот уникальная фотография. Анохин, когда ее увидел, он прямо так, где эта фотка, где ты ее взял? Но самое главное, это то, что будет лежать внутри этих футляров. Сами пластинки сейчас изготавливают в Чехии. Всего будет пять видов, каждая посвящена признанным челябинским исполнителям. Олег Митяев признается, когда-то именно виниловый диск был пределом мечтаний начинающего автора. Это был Ленинградский завод грампластинок, и там крепость, ее силуэт. И такие у меня были пластинки. Я думал, вот у меня когда-нибудь выйдет с таким силуэтом пластинки. С тем, что звук на современном виниле более качественный, и животчин на CD-дисках, согласно и музыкальном магазине, грампластинки сейчас стали покупать чаще, но все равно современные носители пользуются большей популярностью. Это еще можно определить ценой. Все-таки средняя стоимость винила – это полторы тысячи рублей, а CD-диска – это 200-300 рублей. Создатели челябинской серии обещают продавать пластинки по демократичным ценам, а весь доход направить на благотворительность.